Всем привет! В этом видео для начинающих поговорим про встроенный видеоредактор Windows 10. Первое, как его запустить? Первый способ самый простой, это открываем меню пуск, спускаемся вниз, находим пункт видеоредактора, запускаем. Этот пункт появился во всех последних, по-моему, за пару лет в версиях Windows 10, его отсюда можно запустить. Но сначала я покажу еще один момент, прежде чем переходить сюда. Если вам нужно вдруг изменить какое-то одно отдельное видео, вы можете поступить следующим образом. Нажимаем по этому видео правой кнопкой мыши, после этого открыть с помощью и выбираем приложение фотографии, хотя это не очевидно, но тем не менее работает. Открыли фотография, воспроизведение нам не нужно, нажимаем по кнопке, которая изменить и создать, либо если у нас окно будет узкое, то оно будет выглядеть вот таким вот образом и далее. Обрезать, добавить замедленное воспроизведение и так далее, то есть можно все сделать отсюда. Но я покажу создание сразу видео из нескольких ваших видеоизображений вручную с помощью встроенного видеоредактора в десятке. Итак, запустили видеоредактор, после этого новый видеопроект, указываем имя вашего видеопроекта. Окей. Следующий шаг. Нажимаем кнопку добавить и добавляем те файлы, которые будут использоваться в вашем видео. Это могут быть видео, изображения и так далее. Открыть. Соответственно, они добавлены. Следующий шаг. После того, как они все добавлены, мы размещаем их здесь, как они будут располагаться в итоговом видео. Например, вот таким вот образом. Дальнейшие действия. Выбираем какие-то конкретные видео, которые нужно изменить по ходу вообще всего фильма и используем действие обрезать, разделить текст, движение, 3d эффекты, фильтры, скорость и так далее. Учитывайте, что если у вас узкое окно, то часть этих пунктов будут пропадать, но вы их сможете найти вот здесь в меню. Также обратите внимание, если вы захотите добавить какую-то музыку ко всему видео, то здесь есть пункт фоновая музыка, только учитывайте, что опять же он может исчезать этот пункт, и если что вы найдете эти пункты вот здесь, вот в этом меню. Итак, показываю некоторые из пунктов, все они в общем-то реализованы очень просто. Например, если мы хотим добавить текст, выбрали какое-то видео, например, вот на это видео хочу добавить текст, нажал текст, после этого выбираю стиль текста, тексты анимированы эти, после этого ввожу какой-то текст, выбираю расположение в разделе структура, указываю где именно в видео он появляется, ну и собственно после этого смотрите как все это происходит, нажимаю готово и текст добавляется в наше видео. То же самое, прямо отсюда можем изменить движение, то есть это подойдет например для изображений, чтобы они были не статичными, а как-то двигались. 3d эффекты, это например можно добавить какие-то вот такие вот эффекты, к примеру хочу добавить огонь, добавляю его, он также будет анимированным и будет со звуком, громкость регулируется следующим образом. далее фильтры, хочу добавить например фильтры, фильтры подразумеваются графические фильтры, которые определенный эффект к вашему видео добавляют, то есть какой-то цвет и так далее, то есть все эти эффекты можно совмещать, использовать, просто как настроили, нажали готово и все готово, я пока все это отменю. Вот такие вот пункты, надеюсь очень легко разберетесь, потому что сделано реально для начинающих и в общем-то все работает после того, как вы все это сделали. Сам проект он сохраняется автоматически, то есть вы его всегда найдете в видеоредакторе, но он представляет собой не готовое видео, а именно проект, над которым можно продолжать работать, но поделиться с кем-то не получится. Если вам нужно сохранить уже готовое видео в формате mp4, то нажимаем завершить видео, указываем качество, дополнительно использовать кодирование с аппаратным ускорением, эта галочка у вас может быть недоступна, но вообще если она включена, так будет быстрее. Нажимаем экспортировать, указываем куда сохранить видео, дожидаемся и после экспорта она автоматически запустится. Вот в общем-то все, думаю разберетесь, спасибо за внимание, удачи вам!